В ночь с 18 на 19 января было самыми-самыми такими вечерами, когда можно было узнать точный ответ. Ежегодно в завершении святок хранители соленой истории проводят крещенский вечер на сользаводе. Мастер-классы, обряды, знакомые многим гадания и, конечно, экскурсия. В таинственный вечер скучать никому не приходится. Идут святки, запевай калятки. Что делать надо? Если, пожалуйста, гости дорогие, выбирайте себе калятку и пойте. Прям петь. У меня горло болит. А можно читать? Можно читать. Это что-то значит? Это калятки, которые пели наши предки. Вы пришли к нам в гости, и гости всегда читают калятки. Так, угощай скорее хозяйка, будем счастья вам желать. Не придется вам в крещении, в проруби грехы смывать. А еще у нас есть наговоры на соль. Хозяюшки, чтобы сохранить в семье мир да лад, заговаривали на крещенский вечер соль для приготовления пищи. И сразу на месте всем гостям сользавода предоставляется возможность провести обряд. А заговоренную соль можно и нужно забрать домой. Оставить себе на память о крещенском вечере можно было не только соль, но и сделанной своими руками кукла-ангелочки, кукла-обереги. Пока одни гости мастерили поделки, другие открывали завесу будущего при помощи книг. Нашли ответы на свои вопросы? Нашли ответ ребенка. Да? Сейчас скажу. Вашей воле верить или не верить в себя? Ну, это хорошее наставление, да? Ну, конечно, на целый год. На год дракона. Хорошее наставление. На предсказание надейся, а сам не плашай. Последний вечер святок каждый гость музея получил что-то полезное именно для себя.